Всем привет! Вы на канале Сокер Шоу! Учитываем вашу просьбу снимать побольше роликов с обзорами на Адидас, ведь мы прислушиваемся к вашему мнению, поэтому сегодня на обзоре у нас Адидас Предатор. Погнали! Ребятки, самое время поставить это видео на паузу, найти под ним кнопку подписаться и нажать ее, чтобы она стала серой. Давайте заклацаем ее до такого состояния, чтобы она просто вышла из строя и поднимем этот канал в топ. А теперь продолжим. Итак, перед вами Адидас Предатор 19.4. Сороконожки. Об оригинальном дизайне конкретно линейки Предатор ходят легенды, и эта модель не исключение. Я считаю, что у них некий футуристический стиль, который им придают вот эти линии по всей поверхности сороконожек. Но мне почему-то не зашел ихний цвет. Вот не зашел и все. Как-то скучновато они выглядят в красном. Тут, конечно, уже на любителя, но я думаю, что было бы намного круче, если бы эти ребристости были как-то выделены другим цветом, к примеру, черным. Но, в принципе, это просто один из вариантов этой модели, потому что они есть и синие, и белые, и черные, но красные, по-моему, самые не очень. Но это никак не уменьшает их достоинства ни в коем случае. Это лишь мое мнение по поводу красного цвета конкретно этой модели. Кому-то может и нравиться. Но перейдем к ребристости, которую я уже озвучил. У нас самая низкая категория модели, а именно 19 и 4. Кто не помнит, что означают эти всякие цифры, доп-надписи у Adidas или Nike, то мы снимали отличный ролик, где рассказывали про все эти обозначения. Переходите на него в подсказках. Так вот, это самая низкая категория, но я удивлен, насколько хорошо проработана эта ребристость. Впечатление, что я не четверку в руках держу, а хотя бы тройку. Также абсолютно по всей поверхности они фактуристые, что в сумме дает неплохой такой отличный контроль. Обратите внимание на язычок. В самой низкой версии он перфорирован. К примеру, в Nike в категории Club, это тоже самая низкая версия, то там язычки все с искусственными материалами и ни о какой бы там перфорации речи не идет. А здесь ноге полегче, ведь она будет через язычок хотя бы немного додышать. Также язычок обработан совсем другим материалом, который более цепкий. Подозреваю, что такой язычок будет либо меньше съезжать куда-то там в сторону, внутрь обуви, либо вообще намертво сидеть на своем месте. Подошва. Очень понравилась мне форма шипов, которые такие себе туповатые, что ли. Ну, вы поняли, в каком смысле. Короче, они не острые, и это как минимум увеличивает комфорт при игре на твердых покрытиях, к примеру, асфальте. Что еще прикольного, это то, что подошва поделена на зоны, и немного по-особому выделили пятку и носочную часть, куда больше всего идет нагрузка, и сделали там немного перфорации, чтобы в этих зонах было, ну, хоть чуть-чуть там на микро какое-то там лучшее сцепление. Также на подошве написано, что она обладает технологией Adidas Traction. Это когда шипы на подошве обеспечивают максимальное сцепление с поверхностью. В качестве дополнительной выгоды эта технология минимизирует нагрузку на ноги. Она включает выступы на шипах такой конической формы, которые позволяют проткнуть землю, а равномерное распределение давления по всей стопе отличает их от традиционных шипов. Что ж, вроде бы несчастные шипы, а столько шума вокруг них, и это не может не радовать. Подошва в них гибкая, и я уверен, что очень комфортная по пасадке. А что ты думаешь в целом об Adidas Predator 19.4? Голосуй подсказки к этому ролику, а также пиши в комментах. Лично я считаю, что это достойная модель для дворового футбола. Мне есть все необходимые параметры. Да и прослужат вам они немало. Также в одном из предыдущих роликах я устроил зарубу между этими сороконожками и сороконожками Adidas Ace, поэтому пишите в комментах, кто должен победить в зарубе, а результаты я потом озвучу в одном из следующих роликах. Но если вы хотите больше интересных тем на канале и обзоров, то подписывайтесь на канал и ставьте лайки роликам, которые вы смотрите. Ну а я желаю всем успеха, вы были на канале Soccer Shop. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok